Седьмой раунд. Раунд седьмой. Седьмой раунд великолепного, напряженного, красивого. Сколько угодно эпитет можно применить для этого боя. Смотрите, половина поединка уже позади, а я не заметил, как все это быстро пролетело. Бой на самом деле настолько интересный, что время летит незаметно. И еще незаметен Виктор Панин совершенно в ринге. Он делает свое дело, но бой настолько чистый, не грязный, что рефери практически не вмешивается. Вот кричат, кричат. То есть по Теросялу подгоняют его. Знаете, мне кажется, он немножко потерял веру в себя. Он упустил цель. Он не видит ее просто. Он не знает, куда бить. Нет, он начал, он пытался сделать, пытался в этот свой рисунок. Еще раз пытался, потом еще раз пытался, потом стал пытаться. Он натыкался каждый раз на эту стену, на этот жесткий удар, на эту защиту. И что, а что дальше? Надо что-то менять, а что менять и как? Нет, нет. У него крайне редко проходит, но он останавливается. Нужно дальше продолжать. А он то ли опасается, то ли что-то боится. Может быть, экономит силу. Готовит их на последние раунды. Раундов осталось уже не много. Так раунду можно не дождаться последнего. Всего лишь пять с половиной. То есть полпоединка позади. Если первый раунд можно было считать ничейным, то, извините, пожалуйста, он уже практически шесть раундов проиграл. И остается только что. Остается очень ярко побеждать, что у него навряд ли получится. Или заканчивать бой досрочно. После этого раунда и после следующего будет вообще понятно, что только досрочно. И поэтому Гена должен как-то немножко по-другому подумать. И посмотреть на этот бой. Соберин не дает ему возможности это, Андрей. Ой, опустил руки. Он ушел два раза хорошо от ударов. И тут же принял на себя. Да, опять этот левый сбоку. Он такой полусбоку, полуснизу у пирога. Очень жесткий, короткий. Коронный удар. Вот еще он. Он прям втыкает эти удары туда, прям их вталкивает как бы. Заталкивает между... Руки между... Перчаток. Как бы за руку что ли. Вбивает как... Как гвозди молотком. Мало, Гена. Мало. Эти двоечки сейчас абсолютно не действуют. Мало. Конечно же, после боя боксер с тренером проведет анализ поединка. И увидит свои ошибки. Но мы с вами сейчас говорим именно то, что не делает... Опа. Вот он, пропустился. Очень сильный удар. Ну, я заметил, скользит. Маркиросан скользит. Да. Потеют боксеры сильно очень. И ринг становится влажным в некоторых местах. Да, рефери должен за этим следить. Потому что и тут, и другу уже несколько раз так вот немножко поехали. Да, да, да. Итак, угол пирога. Давайте послушаем, что здесь происходит. Вышить спокойно, ровно. Дело одно и то же. И так посмотрим фрагменты. Вот та серия, которую провел Дмитрий. И вот этот боковой удар. Да, очень опасный. Таких ударов было немало. Таких пропущенных ударов. Знаете, рано или поздно такие удары просто копятся. И подчас, после уже очередного несильного удара, боксер может оказаться в нокдауне. Пирог бьет вообще без замаха. Он бьет ровно так. Он уходит. Четко уходит или в уклон, или в нырок. И оттуда уже наносит удар. Как бы непонятно, что он будет делать. А Мартиросян бьет с замахом. И его удары видны. Да, безусловно. Они предсказуемы. Поскользнулся. Поскользнулся, да. Скользься и ритм, на самом деле. Это уже последний. Дмитрий Пирог как-то говорил, что я хочу, даже если я стану чемпионом мира, если я стану неоднократным чемпионом мира, удастся соединить, может быть, пояса. Я хочу, чтобы меня запомнили, не говорили о том, что был Дима Пирог чемпионом мира. А что был Пирог, боксер ни на кого не похожий своеобразный, которого запомнили бы именно за его самобытность и необычность. Ну, мы уже запомнили его таким. Ну, на сто процентов Дима нисколько не изменит свою тактику и свой стиль, потому что только благодаря, пожалуй, ему он и побеждает. Ну, уже сколько ударов, да, Геннадий Мартиросян пропустил? Очень много. Ну, мужественно держится и пытается, пытается идти вперед. Снова чуть-чуть только в атаке он, да, зазевается и тут же левый боковой прилетает. Я заметил, сейчас Пирог акцентирует уже удары. Он уже нашел брешь в обороне. Если раньше он как-то пытался об одной столкнуть, сейчас он просто бьет и все. Вот видите, просто бьет и попадает. Он сейчас снизу воткнул и попал, да. Ну, и Мартиросян разошелся тоже. Ну, а что делать, конечно. Да, нет, он делает все правильно. Как только он атакует, Пирог начинает меньше атаковать, значит меньше попадать. Заканчивается восьмой раунд. Друзья, а в каком темпе продолжается этот бой? Потрясающе. Ну, вот позади уже две трети боя. И как-то незаметно они пролетели. Потому что интересно наблюдать за этим боем, за боксерами. Такое противостояние. Этим уровнем мастерства. И знаете, хоть даже... Нет, это не нокдаун. Поскользнулся, он явно поскользнулся. А мне показалось, что боксер упал после удара. А теперь... Видите, на том же месте. Абсолютно на том же месте. Да. Надо вытереть ринг. Пирог сказал, не попал, ничего не было. Да, действительно, но ринг скользкий. Ну что ж, вот мы говорили организаторам, хвалили, хвалили. Но вот то, что они сделали... Мелочи. Мелочи, но они... Мелочи, но они... Когда удар молотка приняли за гонг, теперь ринг мокрый, скользят спортсмены. Это не есть хорошо. Вот он. Сейчас успел убрать от борозок и на один. Вот. Он как-то немножко расслабил его. Если бы он его напрёк, то удар... Да. Наверное, это было падение. Да, он убирал голову вниз и поскользнулся. Вот мой ринг. Вернее, суд, что мы увидим. Девятый раунд. Осталась всего лишь одна треть боя. Начинаются самые главные, самые интересные чемпионские раунды. И вот здесь может произойти... Всё, что угодно. Всё, что угодно. Неожиданное. Геннадий Мартиросян пошёл в решительный штурм. Да, деваться уже некуда. По крайней мере, как минимум, 8 раундов проиграно. Ого. Живо! Живо! Зал почувствовал это настроение соперника Пирога и пытается вдохновить своего любимца. Знаете, а Пирог может лучше, ещё лучше боксировать. Я вижу, он может. То есть, больше удара соносить. Конечно же, его устраивает то, что сейчас происходит в ринге. Абсолютно устраивает. Он побеждает. Но он может поднять планку. Я просто вижу это. Ну, может, сделают это вот час конечных раундов. И он пытается ещё доставить удовольствие своей публике, своим болельщикам. Завести бой в поздние раунды. Ну, вот он уже завёл бой в поздние раунды. И здесь уже вставить точку. Яркую концовку. Позывал гонка с infringивой, пом???? И здесь уже toast.